70 тысяч человек в Сочи работают неофициально. Таковы итоги рейдов, которые сейчас проходят на курорте. В Адлере сносят незаконную шестиэтажку. Здание строили вплотную к соседним домам. Гамбузия – золотая рыбка Сочи. Проект под таким названием стартовал на курорте. Чудо-рыбку расселят по всем водоемам. Сегодня в Сочи 108 раз поприветствовали солнце. Так в день летнего солнцестояния отметили Международный день йоги. 70 тысяч человек в Сочи работают, минуя официальное оформление. В прошлом году на курорте было выявлено 16 тысяч работников, получающих зарплату в конвертах. В этом еще 3 тысячи. Выявляют нарушителей, причем как со стороны работодателя, так и со стороны самих работников. Постоянно. Рейдовые мероприятия проходят во всех районах города. Для этого в Сочи создана городская межведомственная комиссия по снижению неформальной занятости. Возглавляет ее лично глава города. Процесс выявления нарушителей ведется в три этапа. Сначала группы проверяющих обходят с проверкой городские компании. Составляют список предприятий, где выплачивают зарплату сотрудникам в конвертах. Второй этап – это приглашение недобросовестных предпринимателей на межведомственную комиссию. Устранить нарушения они обязаны в трехдневный срок. На заключительном этапе государственные инспекторы труда повторно выходят на предприятия, однажды проигнорировавшие трудовое законодательство. Если те не устраняют нарушения, им выписывают штраф. Он, к слову, составляет до 120 тысяч рублей за одного неоформленного работника. Это позиция законодателя, это позиция государства, что не может общество терять такие огромные налоги. Не может общество на сегодняшний день, мы только в городе Сочи, среди неработающего населения насчитываем до 70 тысяч человек, официально неработающих, тех людей, которые не сдают налоги. Но при этом устроят ребенка в детский садик, это 125 тысяч рублей каждый год. Это сумма, которая обходится государству, каждый ребеночек в детском саду. В школе это 150 тысяч рублей. По данным администрации, неформальная занятость присутствует во всех секторах экономики. Больше всего нарушителей в строительной и транспортной сфере, торговле, санаторно-курортной отрасли и на предприятиях по оказанию бытовых услуг. Работодатели экономят на налогах, не оформляя сотрудника должным образом. В итоге бюджет города ежегодно недосчитывается миллионов рублей. Это невозможно, это непосильная ноша для бюджета и это социальная несправедливость. Кто-то должен работать и платить все налоги и содержать за счет своих налогов ту часть населения, которая считает, что возможно работать по серым схемам. По всем фактам нарушения трудового законодательства можно обращаться на круглосуточную горячую линию главы города. В Амеретинской низменности сносят незаконную шестиэтажку. Здание возводили с нарушением градостроительных норм вплотную к соседним домам. Решение о сносе принял Адлерский районный суд в ходе рассмотрения искового заявления администрации города Сочи. Почему нарушением заинтересовались Федеральные службы безопасности и как одна несанкционированная стройка помогла вывести на чистую воду и других нарушителей, расскажет Татьяна Говоркова. Разрешение на строительство владелец участка получил. По документам он мог построить трехэтажный индивидуальный дом, а вовсе не здание с шестью этажами и десятками квартир. На сравнительно небольшом участке практически не осталось свободной земли. То есть, если бы дом сдали, у жителей не было бы ни придомовой территории, ни парковочных мест, ни детской площадки. Из-за того, что здание фактически граничит с заборами соседей, снос усложняется. Сюда невозможно завести тяжелую технику. Слишком велик риск попадания обломков стен на соседние участки. Верхние этажи демонтируют вручную. Чтобы не мешать постояльцам отелей и гостевых домов, расположенных неподалеку, используют малошумные технологии. Управиться должны за 25 дней. Все поливаем водой, чтобы не было пыли, чтобы людям, отдыхающим, не мешать. Администрация курорта привлекла к сносу стороннюю организацию, которая за свой счет проводит демонтаж объекта. Сам земельный участок под этим строением арестован. И в дальнейшем его смогут продать. И недешево. Его примерная стоимость составляет 25 миллионов рублей. С выручки от продажи власти города рассчитывают покрыть затраты на снос после того, как будет определена стоимость работ. Хозяин участка на контакт не выходит. Более того, когда дело уже находилось в суде, строительство дома продолжалось. Застройщик всеми силами, всеми правдами и неправдами пытался что-то строить. Его здесь останавливали неоднократно. Потом эту стройку, когда уже вышло решение суда о запрете на проведение строительных работ, ее мы тогда полностью остановили. Нарушение выявили представители управления ФСБ России по Краснодарскому краю в результате проведения здесь антикоррупционных мероприятий. Вопрос о сносе здания поднимали на заседание Совета безопасности. Крайон был взят под особый контроль ФСБ. Шестиэтажка находится в зоне проведения Олимпийских зимних игр, где, согласно указу президента, действуют особые правила землепользования и застройки. В мэрии Сочи не исключают, что от действий застройщика могли пострадать люди, которые купили жилье в злополучном доме. Им рекомендовали незамедлительно обращаться в правоохранительные органы. Отдельно отмечаю, что ведется работа правоохранительной системой по возбуждению уголовных дел и по статье мошенничества, и по саму правству, если мне не изменяет память. Мы надеемся, что вот такими координационными действиями и принципиальной позиции руководства города строить без получения разрешительной документации будет просто невыгодно и опасно. А вот хозяин соседнего участка решил не спорить с законом и самостоятельно снести несанкционированную постройку, не дожидаясь решения суда. По словам застройщика, нарушение произошло без злого умысла. Не уточнили границы. Захват получился небольшой, не знаю, там где-то в пределах 600 квадратов. Основная площадь застройки должна была быть 1400, а получилось где-то около 2000. Мэр Сочи неоднократно ставил задачу выявлять несанкционированные объекты на этапе строительства перед всеми городскими службами. За несколько лет власями курорта было подано в суд более 2000 исков о сносе незаконных строений. В настоящее время около 300 объектов суд уже постановил снести. Город намерен и дальше привлекать для этого сторонние организации, а работы по демонтажу оплачивать за счет продажи участков. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. И надо сказать, в Сочи началась череда массовых сносов незаконных построек. Накануне в Красной Поляне демонтировали конструкцию, которую владелец возвел прямо в русле ручья. Как это было и что появится на этом месте, узнала Инга Габешия. Там, где еще недавно кипела стройка, сегодня работают спасатели. Муниципальную службу спасения привлекли для демонтажа объекта. Здесь, на улице Волоколамской, в Красной Поляне, арендаторы муниципальной земли на площади в 200 квадратных метров собирались строить торговый павильон. И строить незаконно. С помощью казаков мы привлекали почти в течение месяца казачество, которое не допустило его капитальное строительство, а именно оставило объект вот на таком уровне, как оно было. В настоящий момент по решению, именно апелляционному решению, принятым прокурором и администрацией города Сочи, вынесено решение суда 31 мая, где собственность на данные объекты полностью уже аннулирована. Снос объекта собрал немало зрителей, которые даже вызвали полицию. После долгого и детального изучения документов, стражи порядка не просто позволили продолжить снос, но и помогли обеспечить безопасность. Кстати, о том, что будущий магазин нужно снести, собственника, как уверяют местные власти, предупредили заранее. Повесили вот такой баннер. Но хозяин стройки его проигнорировал. Торговый объект демонтируют по 222-й статье Гражданского кодекса. Она дает право муниципалитету, во-первых, признавать постройки незаконными, во-вторых, самостоятельно принимать решение о сносе. Процесс сносов ускорился очень значительно кратно. На данный момент мы уже несколько объектов сносим. Причем это не самый большой, это, наверное, самый маленький объект. У нас сейчас идет снос и капитальных строений и так далее. Да, помогает, я думаю, однозначно. К слову, строился павильон прямо в пойме реки, в рекреационной и водоохранной зонах. Но это бизнесменов явно не смущает. И даже тот факт, что в русле горной реки такое строительство, как минимум, может быть опасным, не заставил их задуматься о правильности своих действий. Кстати, ранее уже были попытки разместить на этом месте рынок, построить офисные здания, а ручей заключить в бетонную трубу. Но администрация решила иначе. На этом месте появится прогулочная зона. На Красной Поляне, кроме в центре у нас парка, больше парковых зон по существу нет. Везде дома частные. Потому мы хотим благоустроить указанную территорию именно под такую зеленую зону. Проект бульвара защитников Кавказа уже готов. Он будет 125 метров в длину. Предусмотрено несколько прогулочных террас и видовых площадок на Аибгинский хребет. Несколько художественных пешеходных мостов через ручей Мельничный. В нижней части бульвара будет построен бювет. Также запланирован карман для парковки. Сейчас ведутся переговоры с инвестором. К работам планируется приступить в ближайшее время. Инга Габеши, Ольга Десятого, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ. А в России сегодня отмечают День кинолога. Кинологическая служба в нашей стране появилась более ста лет назад. А праздник официально утвержден в 2004-м. Сегодня его отмечают во всех структурах МВД. В транспортной полиции, например, этот день решили отметить по-особому. Кинологи вместе со своими четвероногими подопечными отправились в гости к детям. Пес Цезарь с легкостью выполняет все команды, развлекая публику. За что тут же получает кусочек сухого корма от хозяйки и громкие аплодисменты от зрителей. Сегодня в летнем лагере первой гимназии необычный день встречи с четвероногими. Так в транспортной полиции решили отметить День кинолога. Мало кто знает, что в полиции также работают и кинологи, которые с помощью собак разыскивают взрывчатку, наркотики, потерянные вещи. Чтобы дети знакомились и вдруг у них появится интерес в будущем также приобрести такую профессию. Простым рассказом об особенностях работы кинологической службы не ограничились. Только наглядные примеры. Вот восточноевропейская овчарка по кличке Лунная Соната или просто Соня безошибочно определяет, в какой сумке взрывчатка. Как оказалось, все лохматые сыщики обучены не одинаково. У каждого пса свой профиль. У нас получается минимум за кинологом закреплено две собаки. То есть одна собака по взрывчатке – это точно. Мы каждый день делаем обход ЖД вокзала. Это у нас первая собака в ОРП. То есть у общерозыскного профиля. А это уже Цезарь задерживает предполагаемого преступника. Сегодня школьники своими глазами увидели, как преданно и бесстрашно работают четвероногие собаки-полицейские. И как порой непросто кинологам их обучать. А всего же в транспортной полиции служит 26 псов, без которых сегодня сложно представить охрану важнейших транспортных объектов курорта. Сочинцы вспомнят павших в годы Великой Отечественной. 22 июня в 4 утра, ровно в тот день и час, когда началась война, на завокзальном мемориальном комплексе Сочи будет проведен торжественный митинг, приуроченный ко дню памяти и скорби. Участниками станут ветераны Великой Отечественной войны, школьники, студенты, воспитанники военно-патриотических клубов, представители молодежных общественных организаций. Приглашаются также все жители и гости города. Продолжаем. Гамбузия – золотая рыбка Сочи. Проект под таким названием стартовал на курорте. По инициативе мэра Анатолия Пахомова в городе возрождена традиция, которая позволила в свое время превратить Сочи в курорт всесоюзного значения. Слово Елене Авсециной. Комара считают разносчиком инфекционных заболеваний. Он может попасть из других мест обитания в Сочи, поскольку люди чаще стали путешествовать по миру, завозиться из других стран товар и растения. Заслон насекомому, причем проверенный временем, решили поставить в Сочи. Всем известно, что благодаря Гамбузии в 1956 году окончательно удалось победить малярию, свирепствовавшую на Черноморском побережье Кавказа. Борьба с малярийным комаром велась 30 лет под руководством врача Сергея Соколова. Великий патриот Сочи, доктор Соколов, своим трудом, тем, что он проявил инициативу, привез эту рыбку из Абхазии. И потом, долгое время, до 1956 года, вместе со всем народом, с детками, со школьниками, вместе всенародно, тогда смог из малярийного города превратить цветущий сад, наш город. Замечательный, без комаров. Анатолий Пахомов призвал всех жителей Сочи продолжить дело известного бактериолога. Именно сейчас, когда о комаре заговорили, как о переносчике вируса ЗИКа. В курортном Сочи ни одного такого случая не зафиксировано. Тем не менее, власти города решили действовать на опережение. В массовом порядке разведением рыбки занялись преподаватели и воспитанники эколого-биологического центра, который, к слову, носит имя Сергея Соколова. Мы постарались соблюсти условия естественного водоема, потому что именно в естественном водоеме рыба и лучше плодится, и может, и сохраняется в течение длительного времени, и может перенести какие-то сложности, в частности похолодание, понижение температуры. И вот, как бы, она начала разводиться потихонечку. За полтора месяца рыбы стало больше в восемь раз. Своеобразный мастер-класс по разведению гамбузии провели для юных любителей природы. А общественникам, руководителям садовых обществ, тосовцам, управляющим компаниям были вручены не только памятки, но и емкости с рыбкой. В наш территориально входит два озера, два маленьких озерца на улице Яна Фабрициуса. Поэтому прямо сейчас мы едем и эту рыбку запустим в одно озеро и во второе. То есть минут через 10-15 эта рыбка уже будет плавать у нас в озерах. Но не только гамбузия будет бороться с комарами. Большая надежда и на быстро растущие эвкалипты, которые осушают болота, и только за один год могут вырастать почти на пять метров. В рамках акции будут высажены сотни саженцев эвкалипта. Такое поручение мэр города дал управлению лесопаркового хозяйства администрации курорта. Гелена Овсецина, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Член Общественной палаты России Константин Затулин побывал в Красной Поляне. Он посетил 8-ю городскую больницу и встретился с медицинским персоналом. Обсудили и насущные проблемы, не связанные с медициной. В ходе встречи с сельчанами выяснилось, что даже в таком преуспевающем месте проблем накопилось немало. Первым делом член Общественной палаты России Константин Затулин отправился в больницу номер 8. Медицинское учреждение почти с вековой истории. Предмет гордости не только краснополянцев, но и всех сочинцев. Благодаря Олимпийским играм в больнице появилось самое современное оборудование и высоко квалифицированные специалисты. Сегодня здесь работает 180 человек. К услугам пациентов терапевтическое, травматологическое, хирургическое отделение, а также анестезиологии и реабилитации, лучевой и функциональной диагностики. Есть клиника-диагностическая лаборатория. В скором времени на базе больницы планируется открыть еще одно отделение. Оно будет специализироваться на лечении заболеваний позвоночника. Большим направлением деятельности больницы в настоящее время является лечение заболеваний позвоночника. И здесь нами планируется создание целой технологической цепочки, первая часть которой будет заключаться в консервативном лечении заболеваний позвоночника. Это достаточно большой бич в настоящее время. Помимо консервативного лечения на базе больницы будут осуществлять хирургическое, а также проводить курс восстановительно-реабилитационной терапии. Открытие нового отделения запланировано на конец года. Между тем, как выяснилось, в ходе встречи Константина Затулина с персоналом 8-й больницы есть острая необходимость в расширении терапевтического отделения и создании детского. Озвучили медики и личные проблемы. Так для них по-прежнему остается актуальным жилищный вопрос. Требует решение и дорожный. На некоторых участках федеральной трассы, которая проходит через поселок, необходимо в срочном порядке разобраться с разметкой и обустроить пешеходные переходы. На кону безопасность. Мы не можем сподвигнуть Росавтодор, сделать ряд пешеходных переходов. Буквально письмо я сегодня писал, что нам необходим пешеходный переход в районе Горного воздуха, вот этот магазин, ну еще рада, 3-4 перехода. Мы не можем сдвинуть, они, конечно, пишут свои определенные нормативы, но жизнь здесь жизнь. У меня есть договоренность самого что ни на есть высокого уровня. Я ее только что подтвердил. 12-го числа виделся с помощником президента Левитиным Евгеньевичем, который у нас, кстати, почетный гражданин города Сочи, бывший министр транспорта. Да, вот у меня к нему несколько вопросов было по Росавтодору. Проблему с пешеходными переходами в Красной Поляне Константин Федорович также пообещал озвучить помощнику президента Игорю Левитину. Скорейшего разрешения требует и другой вопрос – готовить дрова на зиму или нет. Перед этой дилеммой краснополянцы стоят вот уже несколько лет. Работы по газификации были завершены еще до Олимпиады, но голубое топливо в домах сельчан так и не появилось. Администрация инициировала иск в суд. В итоге служители Фемиды обязали агентство ТЭК, которое осуществляло газификацию без промедлений, подключить сельчан. Данное агентство и другие непосредственно подразделения учащихся в газификации должны выполнить решение суда, то есть начать подключение жителей Красной Поляны, других регионов к газу. Идут, как мы сегодня уже доложили, определенные технические моменты, то есть идет экспертиза, проверка. Вопросы по газификации поднимались не только на встрече с медиками. Многие краснополянцы ждут его разрешения или хотя бы объявления сроков. Но это далеко не единственная проблема, с которой сталкиваются жители Красной Поляны. Ремонт улиц, канализование, общественный транспорт, выделение земельных участков для многодетных семей. Для всех в России, наверное, в большей мере, чем в Сочи, но и в Сочи тоже Красная Поляна – это просто символ благополучия. При этом как-то мимо нашего внимания часто проходит то, что в процессе подготовки к Олимпиаде и после нее не все из них были решены. Конечно, не все проблемы смогли озвучить краснополянцы на встрече с членом Общественной палаты России, но у них еще будет такая возможность. В Красной Поляне работает общественная приемная Константина Затулина. Она располагается на улице Турчинского, 38А. Что касается тех вопросов, которые все-таки были заданы на встрече, ответы на них постараются найти в ближайшее время. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. 6 июля на курорте стартует Олимпиада среди лучших хоров мира. Сочи впервые принимает эти соревнования. Сейчас подготовка к ним идет полным ходом. Так, на курорте стартовал кастинг девушек на церемонию награждения победителей Всемирных хоровых игр. Рост не ниже 170 сантиметров, возраст от 18 до 27 лет. Молодые, высокие и стройные соченки собрались в Хостинском доме культуры. Кроме стандартных требований, жюри учитывает опыт аналогичной работы волонтерами на Олимпиаде или Формуле-1, а также знание английского языка. В первом этапе кастинга приняли участие 27 девушек. Но для хоровых игр отберут лишь 9 для работы на церемониях награждения. По словам руководителя оперативного штаба по подготовке к мероприятию, волонтеры получают не только впечатление от работы в центре событий, но и уникальный опыт. В первую очередь, это даст городу то, что она представляет лицо города. А если это международные события, то она представляет лицо России. То в дальнейшем, безусловно, при различных трудоустройствах, а возможно по данному даже направлению, по направлению моделей, то, конечно, у нее уже будет такой пузо спиной, который дает возможность и дальше продвигаться. Всемирные игры соберут на курорте 12 тысяч ведущих исполнителей хорового пения со всех континентов. Десять дней на лучших концертных площадках Сочи будут соревноваться 283 хора из 36 стран. Из них 163 иностранные и 120 российские коллективы. Сейчас в Сочи идут последние приготовления к грандиозному событию. Кстати, этот праздник не только для артистов. Многочисленные открытые площадки могут посетить жители и гости Сочи. Отсмотреть претенденток и определиться с выбором жюри должно в ближайшие дни. Открытие хоровой олимпиады состоится уже 6 июля. В Сочи продолжается международный конкурс «Молодой балет мира». Сегодня члены жюри под руководством руководителя Краснодарского театра балета Юрия Григоровича оценивали выступления участников первого тура младшей и старшей группы. Первые просмотры конкурсантов младшей и старшей групп стартовали накануне. Сегодня участники продолжили выступление на сцене зимнего и узнали свои результаты. Напомню, участниками шестого по счету международного конкурса «Молодой балет мира» стали около 50 танцоров в возрасте от 14 до 27 лет. Своих подопечных представляют хореографические академии, колледжи и училища из восьми стран. Возглавляет международное жюри руководитель Краснодарского театра балета Юрий Григорович. Выступления конкурсантов также оценивают видные деятели мирового балета, критики, артисты и педагоги из России, Белоруссии, Украины, Франции, США, Южноафриканской республики и Японии. Страну восходящего солнца представляет прима-балерина Кумика Очи. Распространение традиций классического танца – главная цель труппы, которую возглавляет художественный руководитель театра балета Нагои. Я приезжаю на этот конкурс каждые два года. Это уже четвертый визит. Я очень рада, что так много танцоров в мире, которые знают классику танца и отлично совмещают ее с другими направлениями. Это отличительная черта конкурса. Для меня важно, чтобы конкурсант имел академическую технику и при этом был артистичным. В расписании конкурса, помимо просмотра участников, ежедневно проходят мастер-классы известных балетных педагогов. Итоги конкурса будут подведены 25 июня. Тогда же в Краснодарском музыкальном театре состоится гала-концерт лауреатов. И сегодня в Сочи впервые поприветствовали солнце. На курорте в день летнего солнцестояния отметили Международный день йоги. Основные действия развернулись на площади у Южного Мола. Собака мордой вниз. Трожок между ладонями вдох. Глубокий наклон-выдох. Через сторону арки выдох. Прогиб назад. Выдох. Приветствовать солнце, причем 108 раз, последователи йоги начали с 4.30 утра. Одно из первых к оздоровительному упражнению с Сурьяном Аскар приступила и гостья из Челябинска. Вот уже три года как Наталья поправляет свое физическое и душевное здоровье с помощью различных направлений йоги. Я очень рада, что оказалась сегодня здесь. Именно в праздник летнего солнцестояния. Это дает энергию, это дает силы, расслабляет. Это делает паузу в нашей безумной и бешеной жизни. Хочется летать. Легко. Бесплатные мастер-классы, медитации, лекции, семинары, а также спортивно-массовые мероприятия в честь Международного дня йоги сегодня проходили нон-стоп. Для сочинцев это очередной повод заняться здоровым образом жизни. Официально последователями йоги являются полторы тысячи горожан. Город он круглогодичный курорт и в нашем городе можно заниматься любыми спортивными активностями в любое время года. Во всех парках, скверах могут они заниматься в летнюю программу, будут работать инструктора на пляжах. И сегодняшний праздник это та площадка, где можно познакомиться с направлениями именно йоги и выбрать для себя тот приемлемый вид, которым можно заниматься. Сочинские инструкторы составили программу таким образом, чтобы почувствовать себя здоровыми, сильными и энергичными смогли все желающие, вне зависимости от пола, возраста, физических возможностей. Стратегической целью этого мероприятия является восстановление славы Сочи как всемирной здравницы. Потому что здесь мы можем оздоравливаться в любых количествах, действительно 12 месяцев в году. Здесь у нас представлены множество направлений традиционных, современных, не только индийских. Эта практика, она не является достоянием какой-либо одной страны и нет дыхания индийского или русского. Здесь, к примеру, есть ребята, представляющие корректный подход к позвоночнику, есть представляющие йогу 23. Это уже современные течения. 21 июня Международным днем йоги Ассамблея ООН провозгласила в 2014 году. В 2016 вместе с россиянами эту дату отмечают еще 169 стран. Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. И в завершении выпуска информации от наших партнеров. Сеть салонов «Ткани для дома» предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье, пошив, штор на заказ. Партнер выпуска – бизнес-центр «Грант». В одном месте представлены материалы для отделки и ремонта, мебели и предметы интерьера, текстиль, климатическое оборудование и многое другое. А все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущих «Бьюти-рум Далс» – студию красоты, объединившую лучших стилистов и мастеров Сочи под руководством ее основателя Дарьи Далс. Продолжение следует...